приветствуем наших подписчиков и гостей канала код изобилия друзьям у вас всех приветствуем в изобилии и недостатки сегодня мы вместе с вами уделим внимание фиалкам и поговорим о том можно ли выращивать фиалки дома прекрасные фиалки можно ли держать их дома и приметы конечно же на этот счет бывают разные и грамотной хозяйки надо заранее узнать самые популярные из них и получив необходимые знания вы сможете принять верное решение насчет разведения этих цветущих растений некоторые приметы и суеверие утверждает что домашняя фиалка разрушает женское счастье или обрекает свою хозяйку на одиночество но друзья далеко не все владелицы этого растения лишены своих мужей многие из них живут в счастливом браке и успешно проявляют себя в других сферах жизни поэтому хозяйки утверждают что цветок приносит радость и тепло в квартиру он служит отличным украшением любого подоконника и дополняет интерьер комнаты скорее всего все конечно зависит от психологического настроения владелицы если девушка сосредоточена на своем одиночестве она может неправильно истолковать значение этой приметы поэтому мы все-таки советуем акцентировать внимание на благоприятных свойствах фиалки и наслаждаться ее великолепным цветением прежде чем решить можно ли держать дома фиалки можно давайте вместе с вами узнаем связанные с ним суеверия и давайте начнем с положительных моментов это растение обладает следующими плюсами во первых фиалка направляет в дом потоки денежной энергии вам это цвет и цветок помогает людям находить простые пути для заработка и сохранения своего капитала восточные приметы про фиалки говорят о воцарении мира и гармонии в семье растение сглаживает конфликтные ситуации умиротворяет окружающих и приводит их к быстрому разрешению спорных вопросов красные цветки способствуют привлечению богатства и усмирению аппетита если вы желаете похудеть и стать успешнее обзаведитесь новым зеленым другом даже в народе считается что фиолетовое цветение обладает уникальными свойствами она меняет всю атмосферу вашего жилища и что немаловажно нейтрализует негатив члены семьи меньше соперничают друг с другом учатся взаимопониманию и настроены на более гармоничные отношения голубые экземпляры положительно влияют на людей с развитым творческим началом фиалки вдохновляют их на создание новых шедевров развивают креативность мышления белые цветки очищают сознание хозяев от негативных мыслей прогоняя страдания они настраивают на позитивный лад облегчают душевные муки если зацвела фиалочка примета обещает близкое любовное свидание и даже садоводы заметили некоторую особенность комнатных фиалок растение отгоняет муравьев поэтому поставьте цветов цветок на подоконник и борьба с незваными гостями прекратится раз и навсегда ну конечно же друзья существует и ряд отрицательных суеверий насчет фиалки в доме и такие народные приметы нас предупреждают о следующем цветок имеет женскую энергетику из-за чего дома может ощущать себя не нож ненужной характер мужчины смягчается а это не всегда хорошо влияет на семейные отношения некоторые поверья даже утверждают что нельзя покупать цветок у незнакомых женщин особенно неприятных и подозрительных считается что такая покупка может стать причиной постоянного плохого настроения незамужние девушки часто спрашивают можно ли держать фиалки в квартире суеверные люди боятся что это растение отпугнет потенциального жениха и называют его даже мужигон несмотря на это на это эксперты заявляют о безосновательности такого суждения растение никак не влияет на личную жизнь а пара красивых цветков будет очень кстати в доме заботливой хозяйки и фиалку друзья нередко называют вампиром говорят что она высасывает жизненные силы у людей которые спят рядом с ней поэтому цветок не рекомендуется размышь размещать у изголовья кровати или в спальне после сна может возникать чувство дискомфорта и недомогания эта особенность легко объяснимо с точки зрения биологии известно что в ночное время растения не вырабатывают кислород а только его поглощают они выделяют углекислый газ который в больших объемах может вызвать отравление а вот в небольших дозах приводит к физическому недомоганию и эту проблему легко решить переместив цветов в комнату где никто не ночует или как вариант на кухню и из давних фри он времен фиалки выращивали на могилах что привело к закреплению за растением дурной славы существуют люди которые до сих пор считают цветок недобрым символом который предвещает потерю близких или разлад в семье на самом деле цветок высаживали на могилах для успокоения скорбящих сердец неверная трактовка такой традиции дала повод для негативных предупреждений поэтому вера в подобные суеверия определяет их воздействие на судьбу если человек концентрируется на положительных аспектах он будет с радостью наблюдать в доме цветущая раз у растения вместе с тем рекомендуется грамотно подбирать место куда поставить растения фиалка будет не кстати в спальне однако на работе а также в кабинете или на кухне она чудесно дополнит ваш интерьер и друзья давайте вместе с вами подведем итог нашего рассказа напрашивается вывод о том что все-таки фиалки способны принести больше доброты тепла и уюта в дом нежели ссор и раздоров конечно же многочисленные существующие приметы это всего лишь суждения наших предков которые к сожалению не подкреплены никакими фактами а это означает что не следует слепо верить в негативные приметы тем самым лишая себя возможности любоваться такими прекрасными домашними цветами как фиалки которые одним только своим цветением и ароматом наполняет дом теплом и радостью поэтому глупо считать что такой цветок как фиалка способен кардинально изменить дальнейшую судьбу человека поэтому друзья если вы любите фиалки и в от них получаете моральное удовольствие то обязательно их выращивайте кроме того сейчас большое количество всевозможных зоологически извините и ботанических магазинах где вы можете купить достаточно красивые фиалки разных цветов вы даже состоящий из нескольких цветов друзья в общем вы услышали от нас важную информацию мы вас всех любим целуем и друзья услышимся уже в следующем видео